вот александр сегодня мой проводник коллега товарища из самары он авторы канала волга инсайдер я оставлю обязательно ссылку в описании к этому видео и давайте с ним познакомиться вам классно и чего вот интересный тоже самый центр статичный домик очень-очень забором про в рамках проекта томсуэр фест на и немало домов установлено и сохранено как быть тип того дн самарин прямо у входа это стараюсь все запечатлеть пока еще не кануло в лету мою как правило центральной части да вот садовара вот это с того я как-то с прошел туда и такой контраст вот именно старой деревянной постройки вы завышается на фоне деревянных вроде как это договорили что трогать не будут мэр города было и потом буквально через пару дней все равно его смыслит а чего ради непонятно скорее всего кто-то из застройщиков и кто или видимо участок земли хотя чуть там современные вот ну дайте весь крупные этажи в действиях задний двор уже хозяйственная часть на колючки были какие хозяйственные постройки это мы в усадьбе алексей толстого или смысле это просто он жил здесь он ожил она называется на по моему по-другому там кто вот первый был то есть он как бы просто здесь жил как арендовал но это типичная типичная это как бы усадьба вот такая вот но самарская с хоз постройками старинная старинные именно уходящих в глубь двора то есть по первой линии размеры сравнительно небольшие но обратите внимание что если в глубь двора углубляться то здесь в общем-то площадь такие уже прям алексей толстой ну вот он собственно там юношей там молодым человеком алексей толстой во дворе усадьбы 1900-е годы на велике нифигасе чел-то грамотные на велике-то гонять но тут тут и по лампочке не очень стак не лампочек понятно свой свой парень часто ставлю возьму это вот задний двор по-моему изначально здесь первое здание костел устроили чтобы этот заложить там требовалось время ресурс но он к и вижу колокол нарисован это то есть как при временный как бы храм был что ли старинный тоже какой-то из них да я точно не скажу либо ехать либо вот сзади кофе временно вот первое время функции храмов поможет уникально вообще для самары такой момент потому что других городах не знаю как но вот именно в самаре вот это все очень ярко казалось бы в части функционала не очень потому что все в тени мы видим какое-то назначение в свое время ты имел ну сравнивать нельзя конечно у вас слабо подсвечено все буквально все там единицы пока до единицы домов подсвечено есть к чему стремится каплица веритбаме здание каплица был с богатым декором а вот как он был к нам на заре а репродукции современных самарских авторов здесь в этих окнах классно уголок конструктивизма это вон то здание идея была какая либо снимать сразу снимать по квартале он так много не снимаешь а в самаре у них же квартальная застройка встали там примерно 120 на 240 метров балкон впечатлил место с формы окон такое вообще очень круто да 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 александр да давайте зайдем действительно уникальный дом очень необычный фасад это все тот же дом с необычным балконом то есть вот то вот такой вот вот такой это жилой дом да жилой дом вот александр чё только чё только в самаре нет вот вот друзья в багдаде вернее как говорят все все есть в греции в греции все есть была местная штука что чапаев с отрядом берет местный обход что надо в этом здании аккуратно по направлению это смешно да он вписался да 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 как как бы модерн и как бы и как бы ну и там и там классно да класс некоторые называют спорный внешний вид ну мне нравится нет нет он неплохо неплохо лучше намного лучше нам да 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 это верно красили а он был ржей как бы да сейчас какой то есть он был да он какой то красный таракут его был сейчас вот какой то вот этот вот непонятный такой но тоже тоже не лучший по моему вариант может быть ржей лучше смотрелся под кирпич а сейчас я вот видел старые фотографии допустим 100 летний давности он вообще светлый там показан то есть он видимо какой то там бежевый был угу скорее всего декор был тоже белым там или серым а вот основные стены они каким то там то ли розовым то ли бежевым цветом это дом он либо начало двадцатого века либо там конец девятнадцатого старинный старинный очень красивый очень можем подойти вперед сейчас посмотрим отлично отлично давайте подойдем отличный деревянный дом да 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 это все еще фрунзе у нас да же длинные я их большинство снимал с двух строй заходов то есть у меня вот фрунзе я не помню вот молодогвардейская допустим там выше и галакционовская они с двух проходов у меня а самарская там выше она у нас с трех проходов в одном ролике да видео снято чапаевская вот следующая она с двух проходов потому что там ну большой массив данных ну да 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 не получалось чтобы допустим вот вечерний теплый свет оставаться приходилось несколько раз так то если с утра допустим задать стеллю то понятно можно серьезно отношусь к теме да но они же все равно это новоотдел как бы да это как реставрация реставрация но облика такого старинного как оно было когда то обратно да 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 Rid трансляция да 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 да. Да. А так, дом-то тоже интересный. Здесь вот, обратите внимание, тоже такой интересный ритмичный рисунок на фасаде. Балкончик. И жители стали возмущаться. Чем? Ну что, опять-таки, чиновников все, простым людям не дали. Ну это ж нормально. Поднялся скандал. Значит, на фоне этого суда запустили несколько семей якобы простых. А-а-а. Но семьи оказались такого маргинального, скажем так, состава. Плющие. Что, если простые, то все пьющие, что ли? Ну, наверное. Ну, по крайней мере, конкретно это. И, в общем, здесь, говорят, этим чиновникам они жизни не дали. То есть здесь, грубо говоря, там на подъезд была одна-две таких семьи на каждый подъезд. Разбавили. Да, но поскольку они вели остальные образы жизни, то остальным прилично вели. Ну да, истории, самарские истории. Типа. И Иверского монастыря. Ясно, да. Ну, видите, глубокая история Самары. Чего? Я даже не знал, что колокольня восстановленная. Чего-то я... Вот сколько ездил в Рождество, мне казалось, она и была здесь. А может, ее и не было. Ну, это было очень давно. Да, места. Места классные. Школы, жилые кельи. Вот, ограды вот это, башенки вот угловые, это все новые. Из старых там вот основной храм Иверский вот с самым крупным куполом. И там еще рядом, по-моему, пару храмов и пару строений, вот, тоже жилые эти кельи стоят. А так сейчас вот это уже, наверное, с конца 90-х это все восстанавливается уже. Ну, полностью прежний вид, к сожалению, нельзя вернуть, потому что там половина квартала уже застроена в советские годы. Хоть что-то. Да, да. Запах, друзья, какой из завода, дрожжевой, пивной. Офигеть, просто, просто офигеть. Вот это один из самых популярных самарских видов. В общем-то и все срезы эпох можно увидеть в одном кадре. Интересный ландшафт, такой резко меняющийся вид. Да, да, да. Иверский монастырь, Жигулевский пивзавод. Пивзавод, он такой какой-то, то есть он внешняя отделка, вот это кирпичи, вот это все, это все родное. Да, вроде, да, там все... Ну, это радует хотя бы это, как бы, ну, может, крышу там перекрыли, да, в некоторых местах, а вон там вообще ржавенькое. Типа как будто вообще старинное. Да. Это в свое время милинце. И мы находимся с вами на смотровой площадке сквера Пушкина. Вот. Мы слигаем на Иверский монастырь, на Лугу, на пивной завод и все такое. Да, лучше здесь круто. И Александр меня ведет по всяким заповедным местам самарским. Ну, молодцы с ним. Огонь. Огонь видео было, точно говорю. Смер Пушкина. Да. Здесь, соответственно, убийство. А он что, был здесь, что ли? Почему так называли? Просто из-за того, что места культуры как бы... Нет, в Самаре Пушкин вообще нет. Но я тут должен... Он как-то в Оренбург объездом проехал где-то там по северному нашему райцентру. Вот Самару не заглядывал. Ставрополь можно было так... Там не мускай это. В Ставрополе? В Старом Ставрополе? Да. Отклониться от маршрута. Не знаю, не знаю. Это, в смысле, макомольное или... Да, вот это вот здесь. Это просто. Ясно. Вот. С Александром идем смотреть Жигулевский пивзавод и пить пиво. Вот. Этим мы занимаемся сегодня вечером, друзья. Завидуйте все. Жигулевское пиво? Вау! Места, да. Самые видовые места. Особенно летом. Особенно летом, когда тепло. Август. Это шикарно же. Самара шикарно летом. То есть тут квартиры. То есть мы на территории пивзавода? Нет. На пивзавод мы не пройдем. А, это жилье пивзавода. А, это жилье пивзавода. А, это вот жилье пивзавода. Да, это вот жилье пивзавода. Ага, ага. Давай прогуляемся. Последних сотрудников. Ясно, ясно. Приближенных. О, ну, купола-то видны. Пивные купола. Вон они. Эксклюзив с Александром. Автором канала Волга Инсайдер. Здесь закончился пляж. Лодочные станции. Все разворачиваются, уходят вот с этого места. А Александр говорит, я знаю, куда идти. Жилье здорового человека. Симпатичный. Супер. И с видом на Волгу. Шикарно. Шикарно, да. Вот людям тут неплохо. В общем-то, они квартальчик такой у самого берега Волги. Красивый. Даже окно, смотрите, какое-то модерное. Такое панорам... Видим, еще столярки спектаклями. Ага, интересно. Отсюда вот я бы и сделал. Ну да, отлично, да. Да, отлично, да. Замечательно. Вон котик в окне. Местный же гулялся кот. Аутентичный. Рында-то, корабельный. Вот старинный дом чувствуется, да. А этот, кстати, дом был директор пепзавода, когда вот... Фон Вакана самого? Нет, там не Фон Вакана. Фон Вакана жил там особняк. А, все-все-все-все-пэл. А у него был там полноуправляющий, главный дженер. Вид да поверх, вот как крыша. Башня, она сейчас, к сожалению, закрыта. Сейчас вот обратно выйдем, там можно с того ракурса. Такие вот переулки. Офигеть. Это круто. Закололки в традиции, лучше там детективных фильмов. Да, да, да. Да, это круто. Это тоже живые все. Они изначально, они как бы интегрированы. То есть, я так понимаю, они прямо на территории завода стояли. Ну да, да. Чтобы, как говорится, долго не ходить. Да, да. Конечно, конечно. Ну так, говорят, на экскурсии даже нельзя снимать. На экскурсии на пивзавод. Нельзя съемку вести никакую. Я об этом слышал. То есть, вообще запрещено. То есть, ходить... Это официальные, которые написали. Да, да, да. Съемка на пивзаводе запрещена. Да. Я-то снимал вот еще в ноябре, по-моему, уже листвы не был. Там побольше вида. Ну, я понимаю, из-за листвы, да. Круто. Здесь вот он уже открывается, там, в основном своем видео. 1901 год. Шикарный. 1881 год. Фон Вакана. Круто. Ура! Идем с Сашей. Саша меня ведет в пив-бар. И мы сейчас накатим. По Любасу. Как раз ходил. Вот по той лестнице чугунной. Шел. По-моему, та же самая лестница. Та же самая, да. Думаю, что да. Она такая хорошая, прочная. О, кафешка Пастернак. Так. Сейчас даже, мне кажется, тише стало. Будем? За знакомство. Я думаю, так, это моя тема. Сохранить историю любой ценой. Я сразу выбрал время. Как раз вот легенды были хорошие. Я приехал. Все там отснял. Застал даже несколько местных жителей, которые ему там рассказали историю там, свои особенности. Потом все это смонтировал. И буквально, по-моему, месяца не прошло. Как раз его весь снесли. Да. В общем, сейчас вот многотрубе, по-моему, единственное у меня вообще. Эти места есть. Вот в это здание? Ты что, учился здесь, Саш? Ты учился в этом здании? Нет. Здесь я учился, по-моему, один семестр всего. Ну, ты учился все равно, посещал. Да. Здесь два предмета у нас были. Здесь химический корпус. Ага, ага. Наумова, да? Да. Он его построил? Ну, да. Вот я про него говорю. Он учился с Лениным в одной гимназии. Да нет, вряд ли. Я не слышал. Он был министром земледелия России. Вот этот чел, который устроил. Я такое читал. Надо посмотреть. Да, посмотри, Саша. Этот чел очень известный чувак в России. В царской России. Время здесь был дворец пионеров. Он и сейчас. Да. Дворец детского творчества. Вот что-то такое. Бабушка, она была первой пионеркой Самары. Серьезно, что ли? Ну, не она лично. А как ее звали? В первой дружине. Галина Ефимовна. Галина Ефимовна училась, в смысле, занималась в этом пионерке. Да, она была в первой пионерской дружине Самары. Круто. Вообще. Не, ну, здание совершенно уникальное. Здесь было посольство Британии, по-моему, да, Великое Отечество? Гуляем, Саша, по Самаре, по Августовской, красивой, с такими шикарными видами. Вот так. Вот это здание 20-30-х годов. И в нем деревянные перекрытия, и оно сейчас заброшено, да? Да, и сейчас, я так понимаю... А я думал, это более современное. Пожарная инспекция не дает... Естественно, это противопожарная безопасность. То есть это просто тоже старинное здание, да? Ну, так, это советские годы, это 20-30-е. Это тоже, это старинное. Я считаю, что это старинное. Ну, вопросительно, да. 20-30-е годы, ничего себе. Старое здание. Вот, круто. Так, ну, и, друзья, Струковский сад. Все дела. Да, да, уж. А это вообще прям карамельный такой замок. Хайфовый. Сегодня это без контента хорошего, да, походу, я сегодня буду весь в эксклюзиве. Главное, телефон не потерять. Это... А то потом... Да нет, я сегодня много чего интересного посмотрю. Нет трамваев. Бургер. Ага. В Самаре он редко. В Самаре буквально несколько домов. Ага. Необычно. Характерен вот этот вот декор грубым камнем. Ага. Вот эти вот, как бы, скромные, выраженные такие... Ар-ар-ар-ар-ар-ар-чет. Да, ну, и самое главное, вот эта вот форма окон. Обратите внимание, что... Действительно необычно, да. Трапеция. Да, 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 да. Классно. Ага. Вот это по-питерски вот такие закутки. И в Питере очень популярные. Как в Питере? После шума, шума города, заходишь в какой-то сад, как будто... Как будто, где-то за городом, или вот такое чувство тоже. Если не видеться, то... Ну да, балкончик, да. Деревянненький такой. Идем, идем, Саша. И вон купол церкви. На заднем плане. Да, это колоритно. Для Самары. А вот тут уже можно снимать. Ну что, ну, по-анклюну. Вот здесь была печка одна. Там была печка другая. И это все отапливалось. Да, круто. Просто, по-это. На секунду. Сейчас же надо, конечно, меня будет ругать. Но секундка. Лучше не надо, чтобы она вас ругала. Вас как здесь, Александр? Я Павел. Павел. Прямо на секунду. Мы в обуви? Ну, конечно, в чем? Нет, ну, в смысле, это... Он секунду, если можно, товарищ. Вот просто вот это. Надо снять? Какие были залы? Да, высота. Все. Больше нахер ничего. Ну, да, да. Это же потом перегородки были построены. Паша, Паша. Да, это уже потом совершенно. Ну, это понятно. Да, потолок вообще 4,5 метра, мне кажется, да? 4,70. Угу. Круто. Так, ребят, меня простите. Да, да, да. Поднимаем. Да. А то, ну, просто, если веран, если веран. Это вот лично-то для очевидца. В общем, охрану. Ух ты. Вообще. Сейчас, секунду. Мы минутку здесь проведем. Да? Кладка старинная. Болька, что-то как-то. Ну, все равно, все равно, кладка старинная. Поднеска, как? Все равно, слушайте, историю обсирать. А кто мешает? Все равно, там сразу на отряде есть? Всякие позиции. А сейчас сколько квартир получается? Нежно. Ой, мама дорогая, тут сыр. Друзья, ну, вот я взял себе на завтра, собираюсь завтра на природу, в Рождественное. Взял маленький себе пивка. Вот, жигулевская, прямо вот там, где положено, там, где все его берут. Вот, взял себе маленько пивка, для рывка. Друзья, смотрите. Солнечно на улице, пойду я сейчас опять гулять. Сашу проводил. Солнечно. Вот.